МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Современные знаменитости на картинах Дюрера, Рембранда и Репина". Выставка Екатерины Рождественской проходит в Краснодаре. С гастролей с эмоциями, как блистали кубанские артисты на сцене древнегреческого Адеона. Арцищик в музее Фелисина научный сотрудник установила автора неизвестной картины. В эфире телеканала Кубань-24 программа артефакты о событиях из мира кубанской культуры в ближайшие минуты в студии Анжелика Ефимова. В Краснодаре зазвучит король инструментов. Это общепризнанное звание органа. В городе стартует международный фестиваль клавишно-духового музыкального инструмента. Он является одним из древнейших во всей истории мировой культуры. Для органа написано огромное количество произведений. И некоторые из сочинений услышит краснодарская публика. В день открытия 3 октября сыграют заслуженный артист Кубани Михаил Павалей. Его считают основоположником органной культуры в Краснодарском крае. Помимо российских исполнителей выступят приглашенные артисты из Германии и Польши. Сергей Мазаев стал почтальонов, а Сергей Светлаков царем. В Краснодарском художественном музее проходит выставка Екатерины Рождественской. Фотохудожник переносит современных медиаличностей, артистов, спортсменов, музыкантов на несколько веков назад. Они становятся на места натурщиков Дюрера, Рембранда, Репина, Шагала. Дочь Роберта Рождественского первой стала снимать знаменитости под слоем грима. Автор проекта «Частная коллекция» добивалась максимального сходства с оригиналом. Для этого щепетильно подбирали костюмы и декорации. Реквизиты искали в антикварных магазинах по всему миру. Фотопроекты «Винтаж» и «История белья» возвращают нас в мир моды наших мам и бабушек. Это 20-й век, с 40-х по 80-е годы. Здесь можно увидеть фасоны пальто, платьев, юбок, прически манекенщиц, которые были модны в начале и середине 20-го века. Краснодарцы смогут увидеть 100 экспонатов Рождественска и всего же у автора более 3000 фоторабот. Театр балета Юрия Григоровича вернулся с гастролей. Труппа побывала в Греции. Там артисты представили сразу два спектакля. Это «Спартак» Карама Хачатуряна и «Жизель» Адольфа Адана. Эта поездка в государство Южной Европы стала четвертой. Однако для артистов, пожалуй, самой незабываемой. Потому что танцевали они на сцене древнегреческого театра исторического Адеона. Как встретили наших артистов, узнаем у солистки театра Марии Томиловой. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Каково это – блестать на сцене под открытым небом, история которой насчитывает почти 2000 лет? Это очень ответственно и очень волнительно. Мы готовились не один месяц к этой поездке, конкретно к этой сцене. Это как прикоснуться к истории. Огромное количество зрителей, 5000 человек. Открытая площадка, что для нас непривычно, как для артистов мы привыкли танцевать в театре. Площадка, в принципе, сопоставима со сценой премьеры? Не совсем стандартная сцена, так как по периметру был обрыв и по бокам, и впереди, где сидел оркестр. Было очень страшно. На репетициях здесь, в театре, у нас были отметки на полу, и мы к этому готовились. А скажите, как сама греческая публика вас приняла? Потрясающе приняла. Очень хорошо. Это очень благодарный зритель. Я вам пожелаю, чтобы вы действительно еще больше путешествовали и показывали наш балет краснодарский. И удачи вам. Спасибо большое. Сотрудница Краснодарского художественного музея Анна Ткачева по праву может называть себя частным детективом. Когда ей в руки попала неопознанная картина, она приложила все усилия, чтобы установить ее автора. И, о чудо, им оказался художник из плеяда мастеров средневековой флорентийской школы. Вам не терпится узнать его имя? Смотрите сюжет. Итак, сейчас я вам предлагаю почувствовать себя на месте искусствоведов, в руки которых попала неизвестная, неатрибутированная работа. Таинственная сумрачность, ореол загадки, краска, нанесенная тонкими слоями, создает ощущение расплывчатости. Типичный итальянский портрет 16 века. Женский образ с мужскими чертами лица. Микеланджело сам очень часто писал именно мужчин в качестве натурщиков. И даже свои женские портреты он переносил вот эти мужские характерные черты лица, повороты фигуры, мимику. Анна Ткачева работает в Краснодарском художественном музее всего полгода. И такая находка в запасниках для нее стала настоящим открытием. Девушка начала изучать историю неизвестного шедевра. Портрет поступил в Краснодар еще в 1929 году из Эрмитажа. И никакой информации ни об авторе, ни о времени создания, ни о живописной школе. Только спустя полвека, когда картину отправили в реставрационный центр имени Игоря Грабаря, на обороте полотна обнаружили герб Медичи. Стало понятно, картина была выполнена либо по заказу правящего дома Флоренции, либо хранилась в их семье. После выяснили, краснодарский портрет принадлежит Перу ученика, знаменитого маньериста Джорджа Базари. Поначалу имя Франческо Марандини, Анни Ткачевой, ни о чем не говорила. Искусствовед решила продолжить поиски. Все свободное время проводила в библиотеках и бороздя просторы интернета. Результат превзошел ожидания. Как оказалось, у краснодарской незнакомки Кисти Марандини есть сестры. Я нашла аналогичный портрет на сайте музея Виктории Альберта, который принадлежит тому же самому художнику. На полотне та же самая модель. То есть абсолютно полная аналогия. Кем была дама, изображенная на полотнах, до сих пор остается тайной за семью печатями. Но теперь она украшает две частные коллекции. Элитный университет Ноттердам и художественный музей Уолтера в США. Музей Виктории Альберта в Лондоне. Шестая картина стала гордостью Краснодара и подтолкнула искусствоведов создать цикл лекции о неизвестных шедеврах. Участники лекции смогли не только узнать судьбу художника и его работы, но и пополнить личный лексикон словом атрибуция, которая означает установление авторства, места и времени создания произведения, а также принадлежности к художественной школе. Вечер открытий удался. Многочисленная по музейным меркам аудитория более 20 человек осталось довольна. Я работаю в полиции. Работа не очень веселая, я бы сказала, такая скучная, однообразная. А это как-то позволяет разнообразить жизнь. В октябре Краснодарский художественный музей имени Федора Коваленко предложит разгадать еще одну загадку. Снова шедевр и снова тайна. Посетителей ждет новый увлекательный детектив. Екатерина Славянская, Самир Гачаев, Денис Горбунов, Кубань, 24, Краснодар. Мир дикой природы на снимках. Выставка фотографий лесные истории работает в Краснодаре. Экспозиция расположилась прямо на аллее городского сада. В ней более двух десятков работ. Пейзажи из разных точек мира, животные и птицы. Работы представили ведущие фотографы-анималисты из России и Европы. Профессия довольно редкая и сложная. Недостаточно просто любить животных и владеть камерой, чтобы поймать кадр. Некоторые из фоторепортеров живут в заповедниках. Природа – это комплекс, это все связано. И поэтому изучать надо от насекомых, растения, потом животных. Не ехать просто так, бездумно. Ложиться и бежать к медведю, тыкать ему в морду объективом. Никогда так не надо делать. Лесные истории – это совместный проект российских предприятий и фонда дикой природы. В краевой столице экспонаты пробудут до 19 октября. Такие арт-события. С вами была Анжелика Ефимова. Я не прощаюсь. Увидимся на телеканале Кубань-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова